Скандал вокруг урана продолжается. Широкая общественность резко отреагировала на информацию о проекте по разработке месторождения «Ташбулак» козылом польской группы уранториановых россыпей. Перерабатывать его планируют на Карабалтинском государственном комбинате. Жители Томского района и Сокольской области, а также огромное количество неравнодушных граждан выступают категорически против проекта. После волны негодования премьер-министр поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии. Сегодня дискуссии вокруг этой темы продолжаются. «Я хотел бы обратить внимание Кыргызстана на несколько серьёзных моментов. Во-первых, уран может разрабатывать только очень серьёзные политические и геополитические силы в мире. Это самая тонкая и самая опасная технология в мире. На нём жиждится вся ядерная военная система и атомная мирная система. Поэтому говорить о том, что в Кыргызстане появились какие-то маленькие ОСОО, это несерьёзно. За этим стоят очень крупные силы влияния в мире. Поэтому этот вопрос рано или поздно придётся решать только Соромбай Шариповичу, потому что это уже дипломатия высшего уровня и придётся разговаривать уже на самых высоких рангах». Однако правительство Кыргызстана будет советоваться с иностранными экспертами о дальнейшей судьбе уранового месторождения, заявил Мухаммед Галыя Былгазеев на заседании Чугур-Кукинеша и отметил, что решение по данному проекту принималось другими руководителями госорганов. Однако нардепы сетовали, что о развитии туризма на Иссык-Коле говорить и не приходится, если Кабмин намерен добывать там уран. «Ни Россия, ни Китай, ни США не разрабатывают у себя эти месторождения, хотя у них есть. Эти урановые месторождения разрабатываются в Казахстане. У них широкие просторы, там люди не живут. Примерно 500-600 километров, где разрабатывается уран, она опасная зона считается. А это, наш Казалон пол, она находится 30 километров от Балыхча, 30 километров от Кочхора. Это представьте себе, какое будет последствие этого урана. Период полураспада урана 4,5 миллиардов лет». Компания «Юразия» прошла регистрацию в 2004 году. В 2010-м получила лицензию на разведку. В 2012 году подписано лицензионное соглашение. Подписал его Ишимбай Чунуев. До 2015 года продлением подписал Душенбек Зилалиев. Все знали, что там будет добываться уран. В 2016 году лицензию опять продлили. В настоящее время разведка завершается. Когда приезжал Владимир Путин, подписывали документы, но премьер-министр особо отметил, что в СМИ распространяется неверная информация о том, что обещанные за это деньги уже поступили в бюджет. УСО «Экономи Полимер СРУ» и вправду обещала помочь Карабалтинскому горнорундому комбинату на 30 миллионов. «Эти деньги мы не получили», – сказал премьер. «Сейчас в обществе муссируется вопрос о том, что правительство Кыргызстана якобы получило уже 30 миллионов на разработку месторождения. Так вот, я вам скажу, это не так. Во время визита Путина этих вопросов мы и не касались. Эти договора были подписаны гораздо раньше. В них указана финансовая поддержка Карабалтинского завода. Никаких средств в бюджет не поступало, пока все работы прекращены». А тем временем, после того, как начались акции протеста, компания приостанавливается о работу в республике до изменения обстановки. Представитель акционеров Центральной Азиатской Урановой компании Андрей Акимов считает, что 95% информации о том, что они делают и собирались сделать в Кыргызстане, не соответствует действительности. В компании обеспокоены той информацией, которая озвучивается в последнее время. При этом инвесторы заверяют, что работают на законных основаниях. Предприятие планировало вложить средства в перезапуск Карабалтинского горнорудного комбината. «Что такое коренное месторождение, что такое рассыпное месторождение? Она сказала, что в коренном месторождении руда находится до 400 метров. Перевернули слова, сделали вырезку и якобы мы будем добывать на глубине 400 метров. Нет. В первую очередь, то, что говорят, 25 метров проходит скрышивание, после этого и находится руда. Она находится на поверхности. Также любой из вас, мы приглашаем полностью, когда скажете, совместно выйдем, сделаете замеры любыми приборами. Все, что это необходимо, мы оплатим. И вы убедитесь, что именно на поверхности та почва, тот плодородный слой, который находится тысячелетиями, годами не тронут, он является уже повышенным радиационным фоном». Некоторые нардепы не без причины считают, что эта собака была зарыта еще во времена Бакиева и Тамбаева. А по словам представителей компании, в 2010 году, когда была получена лицензия, вопрос не подвергался такой резкой критике. Потому что не было трагедии на АЭС «Фукусима-1». Гендиректор УСОП отчеркнула, что компания «Юразия» в Кыргызстане является канадской, а не китайской, как это рассказывают незнающие. Она утверждает, что все проверяющие органы Кыргызстана провели проверки и убедились, что методы их компаний по добыче урана безопасны и никакого урона экологии нет. «Говоря о будущей зеленой технологии, мы опираемся прежде всего на опыт наших российских партнеров, которые опробовали эту технологию, эту методологию у себя в России на работе с торевыми радиоактивными рассыпями. В принципе, извлечение материала до 90% радиоактивного, то есть это очень высокий показатель для рассыпей, тем более, что рассыпи очень низкоактивные и с очень небольшими содержаниями полезных компонентов. Эксперты местные пока еще не опробировали эту технологию, поскольку она никогда у нас в Кыргызстане не применялась. Это новая, абсолютно современная технология, которая будет опробована именно на наших рассыпях. Я скажу вам больше, кроме козылампульских урано-тарионетовых рассыпей, такого аналога, такого типа месторождений у нас в Кыргызстане больше нет. Поэтому мы как бы сейчас в данном случае проводим опытные работы для того, чтобы подтвердить, что эта технология реально работает. Она реально очищает, убирает, обеззараживает территорию и приведет к тому, что эта территория будет абсолютно безопасна для проживания, для выпаса скота. Мы, в принципе, улучшим состояние почвы. Что ж, ну а мы приведем небольшую справку. Уран и его соединения токсичны. Особенно опасны аэрозоли урана и его соединений. При попадании в организм уран действует на все органы, являясь общеклеточным ядом. В первую очередь поражаются почки. При хронической интоксикации возможны нарушения кроветворения нервной системы. Из изотопов урана изготавливают ядерное топливо, которое применялось в небезызвестных Фукусиме-1 и на Чернобыле.